Ольга Григорьевна Клепикова Работаю в музее с 1999 года Создан музей на базе музея дома пионеров бывшего То есть Центра детского творчества, который относился к образованию Вот на этой базе создан районный краеведческий музей А имя создателя? Кто создал первую? Первую была Новикова Татьяна Викторовна Она была учитель Да, она вообще по образованию учитель Но она является педагогом Центра детского творчества Она до сих пор работает Первые материалы собирала она Даже это не она, а детки собирали Школьники То есть она историк, наверное, была, да? По образованию, к сожалению, по-моему, гуманитария она Вот, и теперь вот, конечно, нас вот этот нарукавник очень заинтересовал Потому что 2004 год, кто его мог сдать? Значит, вот это дело в том, что фамилию мне назвали Дело в том, что принесли его без меня Вот, ну, из Сибиричихи Фамилию назвали Брукин, к сожалению, я имя, отчество не записала Это было без меня У меня на него вообще никаких данных нет Только что от Сибиричиха, поляцкий нарукавник Старообрядческий Очень хорошо Подождите, глянь, я уже все Так, шаль, это шаль подвенечная Подвенечная Моей бабушки, Митилевой, Надежды Семеновны Так, шаль принадлежала Черноусовой Полине Кузьмовне, село Топольное Оранжевого цвета, с полосками светлого шелка, с вытканными бутонами того же цвета Так, принадлежала Белозерских Ефемии Петровне, 1894 год рождения Передала в музей Лопатина Анна Константиновна, 30-го года Так, переселенцы Тамбовской губернии, село Юртное Шашура, ну вот у нас так называют Женский головной убор, ситец темно-синего цвета с рисунком белый горошек Белая шелковая нить Так Сейчас я вспомню Миронова Надежда Ивановна Бабушкой Ее, принадлежал ее маме Гусевой Матрёне, отчество не помню Кичка Правда, села Лесное Головной убор поляков Так, сшитый из красного ситца, рисунок желто-зеленого Принадлежала Черепановой Ефросине Артамоновне, село Сибиричиха К сожалению, год не указан, передано Еланцевой Карман лаковка Ну, он называется карман накладной Для ношения на поясе использовался вместо кошелька Основа самотканная из конопли серого цвета Подворот обшит материи в оранжево-коричневую полоску Внешний вид, материя темно-синего цвета По краям обшита черным бархатом Разделён на две части Верхний машинным швом выбит цветок из четырёх лепестков Снизу узор из параллельных полос Нитки белого цвета Медведевка, к сожалению, нет Хозяйки Косоворотка с подоплёкой Принадлежала Малявка Григорию Андреевичу 1898 года рождения Так, примерная дата изготовления 1933 год Значит, подарена Малявка Владимиром Григорьевичем 2006 год Музей Так, рушники Принадлежали Турицыной Федоре Алексеевне 1904 года рождения Село Юртное Так, подарила внучка Шлыкова Надежда Александровна Вот буквально 2007 год Ну всё, что я могу про них сказать Полотенце и скатерь принадлежали Бахаревой секретине Митрофановне 1890 года рождения Села Марчино Мамонтовского района Так, примерно выткана в 1907 году Потому что она вышла замуж в этом году И ткала она это всё к замужеству Вот, передала Гилёва Проскурия Андреевна Село Тележи Подоболочка Вообще, её хозяйка назвала подболочка Без буквы О Подболочка или кафтан Это сибиричиха, сибиричихинской волости Так, плис Длина 103 сантиметра Ширина по подолу 246 сантиметров Крой типичный для традиционной верхней одежды крестьян Перед состоит из прямых полотен Спинка подрезная Подол собран мелкими барами Перед имеет глубокий запах Застёжка на двух крючках Принадлежал Бурыкиной Инициалы Не знаю 1897 года рождения Это село Сибиричиха И вот здесь крой Ты видишь, в чём Правильно И как вот рубаха кроилась И вот эти Смотри, Боры Смотри, какие Как на рубахе То есть это вообще великолепно Я думаю, что нам надо такое сделать Мне сказали, что лучше не рисковать Конечно Я не стал Я не стал Изумительный Просто изумительный вещь Да Тоже баланс Сарафан из хлопчатобумажного материала белого цвета В голубую и зелёную полоску Принадлежал Аникиной Арине Андреяновне 1907 года рождения Село Топольное Топольное Вообще из Топольного Вот этот вот сарафан Тоже топольский У них вот это Они говорят Фамбара Вот я тоже хотела Аборка Фамбара С фамбарой Вот два сарафана и юбка Это характерно для Топольного Больше нигде не встречается Я вообще не встречала сарафанов с фамбарой Я тоже не встречала Вот так К сожалению Да Я видела тоже Он вот как Великолепный И с хвостатой Видите Я всяко вешала Мне не нравится, что не свисит Он очень сильный Несильный низик у него Опущен У нас на хворке так вот одевается В смысле с хвостами И вот это тоже хвостатый Снимать не снимать? Не, не, не Сейчас вот так вот на стене надо Пятый год Мы поехали в Топольное С одной девушкой У нее там бабушка Ну она дальняя родственница И она была Заболела Татьяна говорит Поедем Мы у нее сейчас везде там на крыше Везде пока она болит Она такая Ну киржаки не прижимистые товарищи Вот Мы поехали Бабушка была Она лежала у сестры Но разрешила нам Проверить значит Чердаки Подвалы Все что можно Ну выпросились мы так И заходим Заходим в сарай Сарай такой полуразваленный Все такое затхло Все такое Вот как бы Щели везде И вот смотрим И крышка Гроб Прям вот напротив нас Домовина Гроб из кедра То есть Ну лет 30-40 он стоял Крест огромный Такой кедровый Тоже Нет Крест из лиственницы был Все это потемнело И все это Наш вид такой Мы зашли И это все на нас Вот так смотрит Просто я Первый раз Вот с этим столкнулась Что люди готовят Это Я знаю Я читала То есть обряды Я примерно представляю Но дело в том Что мы лично Это все увидели Посмотрели Бабушка буквально Через два месяца умерла Вот так Которая себе Вот это все приготовила Снова ждала Что вы все Не могли Дело в том Что мы хотели Сфотографировать Но потом не стали Вот что-то как-то Вот Ну не стали А вообще Воочию Вот убедились Что и до сих пор Вот это все у нас То есть два года назад А она приготовила Потом мы спрашивали Примерно в 60-е годы Вот этот гроб себе И крест И это все вот Стояло 40 лет Сейчас Юбка с фамбарой Оборкой Фон бордового цвета По фону Большие красные розы С зелеными листьями Верх собран И прошиб Темно-серой тесьмой Принадлежала Аникиной Село Топольное Музей передала Фомина Внучка А поясок Принадлежал бабушке Головиной Лидии Тихоновне Село Солонешное Значит Поступление Март 2006 года И принес Веридов Артем Григорьевич Это внук А поясок Принадлежал Черепановой Ефросине Артамоновне Село Сибиричиха 1906 года Рождения Вот это 75-й Около Около Трех метров У меня Сантиметра У меня метр Не было Староверы И алтайцы На разъезд Дискотандинской Ярмарки 1915 год Фотокопия Продолжение следует...